Здравствуйте, любимые мои! Я счастлива видеть вас на моем канале Вселенная Таро. С вами Наталья, ваш личный таролог. Сегодня мы посмотрим необычный расклад. Расклад будет такой. Как бы вы хотели, чтобы к вам относился ваш партнер, ваш человек загаданный? Если вы не хотите загадывать конкретно какого-то человека, вы можете просто представить идеальную версию вашего партнера или того человека. Неважно, это могут быть мужско-женские отношения или какие-то еще партнерские отношения, другие. Вот идеальную версию вашего взаимодействия, отношения этого человека к вам. Как бы вы хотели, чтобы он к вам относился? И посмотрим, а что на самом деле, а как было или есть в реалиях, да, на физике. Вот такой вот необычный расклад, но я надеюсь, получится. Я сама его придумала только что, поэтому я очень надеюсь, что карты нам расскажут все, опишут ситуацию. Давайте для начала мы сделаем вашу сигнификацию. Вы можете назвать ваше имя, дату рождения, можете назвать имя партнера и дату рождения, если вы хотите кого-то загадывать. Если нет, можете дождаться сигнификации и посмотреть, ну, понять, про кого это проигрывается. Итак, ваша сигнификация. В каких энергиях вы сейчас находитесь? Ну, у вас сейчас прям вы в воинственных энергиях. Во-первых, у вас башня. Башня, причем, посмотрите, какая в этой колоде башня. Все сожжено, все мосты сожжены, все уничтожено. И вы тут такая воинственная богиня. Это, можно сказать, не башня, а просто повсеместное разрушение. Вы достали все свое оружие. Тут и какой-то просто жуткий меч, и птица черная, да, и стрелы. И, в общем, вы тут тройная богиня. И все. Все сжигаю, все уничтожаю, все из башни рушится. Не хочу ничего, что, видимо, было в жизни. Хочу перемен, хочу нового. Далее идет карта солнца. Ну, с одной стороны, это эго, да, это такая ценность себя, уважение себя. То есть вы через эту башню, через эти разрушения, через потери, болезненные потери. Возможно, кто-то из вас и страдал. Не зря вы тут меч достали, да. Но вы поняли свою ценность, вы стали себя больше уважать, больше понимать, больше прислушиваться. Солнце – это карта счастья, карта исполнения всех желаний. Но в том числе это, особенно когда это сигнификатор человека, это и карта вот эго, еще раз повторю. Карта уважения себя, ценности себя. Карта того, что я, наконец, поняла или понял, что есть ценно в моей жизни, что это я, да, и мои интересы, мои приоритеты в жизни, они самые важные. Я никому не позволю наступать на мои границы или уничтожать, да, вот что-то в моей жизни, да. Я сама лучше уничтожу это, но другим не позволю, да. И не позволяйте никому вот делать вас несчастной или несчастным, да. Карта счастья – карта исполнения желаний, тепла, солнышка, света. Ну и в том числе и вы освещаете тех, кто рядом вот этим вот светом, накрываете буквально, да. И вот здесь вот карта, посмотрите, такая семерка кубков в этой колоде. Это не столько иллюзорно, обычно это иллюзии, мечты, а здесь это такой триумф, победа над своими как раз иллюзиями, над своими какими-то мечтами, которые приводили к страданиям и к разрушениям. Это выход вот в полный такой триумфальный, победоносный, видите, тут такой фуршет, можно сказать. Богиня сама является фуршетом из шампанского. Ну и на дне колоды луна, карта луны. А нет, это, кстати, отшельник. Посмотрите, это карта отшельника через, вот вы пришли ко всему этому, через одиночество, через какое-то, знаете, когда вы наедине с собой начинаете слушать, прислушиваться к себе, слушать себя. И через вот это вот осознание себя вы зажигаете внутренний вот этот факел, вы зажигаете внутренний свет, который и раскрыл вот это солнце в вас. Может быть, кто-то из вас вот находился на природе с животными, возможно, у многих из вас есть собаки, и они как-то вам вот помогали в этот момент, да, тоже постигать какие-то осознания, инсайты и зажигание вот внутри себя этого огня, да. Ну и вот это все вам по справедливости, видите, карта справедливости. И вам счастье выходит, счастье, триумф, победа. Вот я просто, я даже не мешаю колоду, я просто ее достаю, вот. И карта семейных ценностей, счастье, да, причем здесь, посмотрите, богиня, она выше мужчины. Мужчина, хоть он по возрасту явно старше богини, но он преклоняется, он даже не может глаз на нее поднять. Тем самым он показывает, насколько она прекрасна, насколько он ценен, ценит ее, что даже вот не может глаза на нее поднять, не то что там что-то неприятное ей причинить. И вот к этому вы пришли, понимаете, через вот эти вот разрушения в вашей жизни, через какие-то осознания. После отшельника по справедливости вам приходит понимание собственной ценности, что я есть самое ценное у себя. А когда вы начинаете ценить себя, то и окружающие тоже вас начинают ценить. Вы видите? И это вот по пятому аркану, по иерофанту, и это и есть ваша мудрость, прохождение вашего какого-то вот урока. Ну и вы входите в королеву Пентакли. Я даже не закончу. Все, урок прошли и вошли в королеву Пентакли. Я хотела короткую сделать сигнификацию, но она, видите, получилась несколько длинная. Тут целую историю колода рассказывает. Я давно не брала эту колоду, и она тут, видимо, залежалась уже. Очень много чего хотела сказать. Вот, колода богинь. Я вас поздравляю, любимые мои. Мужчины, для вас это проигрывается, что, возможно, ваша женщина, ваша девушка или та, о которой вы мечтаете, она сейчас прошла вот такую вот, или проходит такую трансформацию, да, после которой она вот поняла или поймет и понимает ценность себя и входит в состояние королевы Пентакли, достойный, достойное уважение, у которой есть ресурсы, у которой есть понимание ценности семьи, ценности себя. У нее, возможно, есть дети, или она желает, видите, тут ребеночек, может быть, в положении кто-то, или вот-вот родит. Ну, в общем, прекрасная тут сигнификация, и вот это ваш триумф, это ваша победа, посмотрите. Через вот эту вот, напоминаю, башню, да, через разрушение, с чего началось все. Что вы все сожгли, вот буквально сжигаете, и вы как феникс, да, из огня, из этого, из пламени возродились новое, абсолютно новое. Вот такая вот прекрасная, сильная, уверенная в себе, ценящая себя, вот такая вот богиня. В общем, такая вот яркая сигнификация. Давайте теперь посмотрим, в каких энергиях находится ваш партнер или тот человек, которого вы загадали. Назовите его имя, дату рождения, если знаете. Если вы никого не хотите загадывать, хотите просто посмотреть, вот проиграть там идеальную версию, да, отношений, идеальную версию взаимодействия, идеальную версию партнера, может быть, который еще не пришел на ваш жизненный путь, вы можете также смотреть, вот, кто будет. Кто будет? Ну, король мечевицы, сразу он тут выскочил, выпрыгнул буквально. Такое что-то тоскующий, грустящий, и, говорит, все, и больше ничего не скажу. Я тут весь в печали, в тоске, в разочарованиях. Три кубка у него уже опрокинуты, но два еще полные. Еще есть у него какая-то надежда, есть надежда на то, что чувства не умерли, что есть любовь, что еще можно что-то возродить. И больше, говорит, ничего не скажу. Видите, какой он тут. Ну, мы это еще поспрашиваем. Мы же не ограничимся только этой информацией, что ты король мечей. Это либо прошлый ваш, либо такой холодный, знаете, обиженный. Вот, посмотрите, какой тут кот. Такой я ушел в себя, весь взъерошенный, весь такой колкий. Не трогайте меня, я тут сижу на сундуке. Вокруг меня тут какие-то горы или что-то неприступное. Меч у него на готове, и все. И не подходите ко мне, не трогайте меня. Я обижен на весь мир, на весь свет. Да, и видите, он тут в ограничениях один отправляется в какие-то неизведанные новые дали, в новые горизонты, хотя сам оглядывается. А, ну вот он тут не один, кстати, он тут еще с детенышем с каким-то. Ну, в общем, хочет к новым горизонтам отправиться. Да, ну, причем, знаете, во-первых, он за вами следит и наблюдает. Где-то, вот видите, может быть, в соцсетях, через телефон, через экран телевизора или планшета. Может быть, в окно наблюдает, вот даже у кого-то вкруглое. Через... в машине, может быть, через соцсети, через знакомых пытается про вас все узнать, собрать информацию. И также у него в мыслях как-то быстро двигаться в вашу сторону. Хотя сам он вроде как уплывает к новым горизонтам, но при этом хочет и быстро двигаться. Ну, Паш Пентакли, знаете, это только мысли у него, что как-то двигаться. А на самом деле по Пажу Пентакли сидит он, ничего не делает вот тут вот, да, придерживает свои какие-то ресурсы, свои Пентакли. И как-то, в общем, посмотрю-ка я, что получится. Сам посижу тут, да. Ну, видите, а на самом деле ему-то силу надо проявлять. И есть у него сила двигаться вперед, но он как-то вот почему-то не двигается. Сидит он, знаете, он вас ревнует очень, и вы ценность, он осознает, что вы очень ценная для него. Но такой он вообще бездействует абсолютно. Сидит еще и в иллюзиях, в мечтах, в каких-то своих, знаете, мыслях. Кто-то вспоминает что-то, кто-то, наоборот, мечтает о том, как может быть. Вот видите, тут и кошечка прекрасная белая, и мышка, и травка, и подушка мягкая, и клубочек для игр, и рыбка, и молочко. В общем, сплошные мечты-мечты, иллюзии и ноль действий. Ну, посмотрите тут. Хотя сила-то есть. Действий нет. Ну да, вот он такой, видите, сидит. Даже здесь король жезловый, вот он такой. Сижу. Для кого-то может проиграться, знаете, что он испытывает к вам желание, страсть. Тут жезл у него, видите, какой. Вот. И порой его прям идея какая-то настигает, что сейчас я что-то придумаю, сейчас я к своей, там, вот этой прекрасной богине направлюсь, буду двигаться со своим этим таким вот жезлом. Но что-то пока движения нет. Император. Ну, конечно, он же император. Это к императору должны все двигаться, понимаете? Это императору должны все поклоняться. А он сидит на пьедестале и только лицезреет. Как подданные ему в ноги падают. Вот он такой, говорит, я же император, куда это я буду двигаться сам? Да, это же, видите, это же проще в отшельнике. Уйти в себя, да, ушел в себя и буду завтра. Это же очень тяжело куда-то двигаться для него. Буквально вообще безнадежная история. Куда-то в гору тащиться в одиночку, в каких-то лохмотьях с одним только фонарем. Вот он как воспринимает движение, да. Для него это очень тяжело. Он лучше, знаете, вот уйдет в себя внутрь. Будет как-то, знаете, во внутреннем диалоге пребывать. В каких-то своих размышлениях. Но, возможно, он сейчас в отшельника идет, чтобы как-то измениться, духовно вырасти, что-то осознать. Это же не просто так ему отшельник мир дает. Ну да, ему, да, ему шанс дают. Видите, через отшельник, через осознание. У вас же тоже, кстати, отшельник выходил на сигнификации. И тоже у вас после вот этих осознаний, после того, как надо побыть наедине с собой, менялась ситуация. Так и у него, видите. Идет шанс, идет возможность на какие-то вот новые яркие, огненные реализации. Ну да, и все в его руках. Он маг, он волшебник своей жизни. Вот как он представит, как он придумает свою жизнь, так и будет. Ну, такой интересный, видите, на него тут и император, и король жезлов, и маг вышел. В общем, такая очень яркая личность, очень-очень сильные мужские энергии. Прям такой красавчик, которого вы загадали. Такой прям яркий представитель мужской половины, да. Ну хорошо, давайте теперь мы будем смотреть, значит, основная тема расклада, что вы... Давайте сначала, что сейчас у вас в жизни, да. Как сейчас у вас происходят отношения, взаимодействия вот на ту тему или с тем человеком, который вы загадали, да. Что сейчас у вас в жизни, вот сейчас что, что сейчас. Так, это то, что сейчас. Так, да. Давайте на другой колоде посмотрим, что бы вам хотелось, как бы вам хотелось. Идеальная версия вообще. Идеальная версия. Так, что ещё спросить? Давайте ещё что-нибудь спросим. Так, это что сейчас? Давайте его отношения сейчас к вам. Его отношения к вам. И давайте... Что ещё? Ваши отношения ко всей этой ситуации и к нему. Давайте вот так вот сделаем. Ваши отношения. И тут тоже, значит, это идеальная версия отношений. Идеальное отношение загаданного человека к вам. Идеальное отношение. И как бы вы относились, как бы вам, как бы вы себя чувствовали, как бы вам было вот в этой идеальной версии этих отношений. И давайте совет ещё. Совет на колоде внутреннего спокойствия ещё по одному совету возьмём. Ну вот как-то так. Теперь давайте смотреть. Значит, что сейчас между вами? Ух ты, у меня колода на половину. Прямые, прямые, перевёрнутые. Ну ладно, значит, так будем. Смотрите, я даже не знала. Так, значит, счастье, радость перевёрнутая. То есть было счастье, возможно, была радость, было наполнение, было взаимопонимание. Вот прям... Прямо вместе смотрели на звёзды, мечтали, может быть, ещё с кем-то, с друзьями, или как-то вот с семьёй, с детьми. И всё это перевернулось, и ваш король Пентакли перевернулся. Видите? Возможно, он вам давал ресурсы, давал стабильность. Возможно, вы замужем были, и семья у вас прям... Жили вы с семьёй, да? Но всё это перевернулось. Король ваш Пентакли перевернулся. И сейчас он так по-детски, по пажу проявляется, знаете, как... Ну, практически никак, да? Как ребёнок какой-то, знаете, или совсем там минимально как-то. В общем, вот такая история. Дальше. Давайте мы посмотрим его отношения к вам. Ну, вы, во-первых, для него ресурсные очень. Вы императрица, вы вообще женщина, единственная женщина всей его жизни. Он никого другого себе не представляет. Для многих, возможно, проиграется, что он мечтает, хочет иметь с вами детей. Или у вас есть дети, или, может быть, вы и беременны, или он бы хотел иметь детей, если вот для кого проигрывается эта фертильность по возрасту. Но вы также для него очень ресурсные, он это понимает. Возможно, вы его наполняли энергией. Возможно, вы сами очень успешные, сами ресурсные. То есть, это мужчина, ну, он, видите, он же вышел королём Пентакли, хоть и перевёрнутым, да. Он и себе партнёршу ищет подстать. То есть, он не ищет и не искал кого-то, знаете, такого просто взять какую-то там без скала, без двора, ничего из себя не представляющую. Нет, он себе и ищет подстать женщину, девушку уверенную, имеющую ресурсы, стабильно стоящую на ногах или в которой очень много энергии, чтобы его наполнять. Ему необходимо вот это вот, да, от вас ощущение стабильности, уверенности, ресурсности. Ну, и, конечно, императрица – это богиня-мать, это идеальная версия там женщины, да, вы самая лучшая и единственная женщина в его жизни, олицетворение всех четырёх стихий – пентакливых, кубочных, меченосных и жезловых. Все-все четыре сферы, все четыре стихии, они в императрице, да. Ну и также, как он к вам относится? Он бы хотел быть вместе с вами, вот эта парная карта, смотреть как-то в новые горизонты, путешествовать, возможно, да, вот тут вот глобус, автобусик, на котором можно, да, там путешествовать по миру. То есть он хотел бы с вами проводить много-много времени, и, в принципе, ему никто и не нужен, да. Вот императрица и возможность вместе с вами проводить время, как-то там, в общем, какие-то планировать активности, путешествия и поездки. Хорошо. А вы как по всему к этому относитесь? Ну, а вы тут посмотрите, королева кубков перевернутая, вы чем-то были недовольны, или вашу любовь как-то он не ценил, потому что тут, видите, Паш Пентаклий, Пентаклий, карта-то ресурсная, карта, что к вам идет рыцарь со своими ресурсами, да, перевернутая, вы говорите, что ты не шел ко мне со своими ресурсами, ты меня обесценивал, ты не давал мне той энергии, которая мне нужна была, да, для наполнения, чтобы я чувствовала себя счастливой. Что такое королева кубков? И посмотрите, какая она тут. Она в потоке, она в энергии, она счастливая, она такая расслабленная, она любимая и любящая. Вот такая вот женщина, которая чувствует заботу своего мужчины, и она ему дает вот эту вот энергию счастья, любви, которая тут перевернулась-то, да, видите, счастье перевернулось в начале. Вот все это наполнение идет от королевы кубков, которая здесь перевернулась. Почему перевернулась? Потому что нет ресурсов, нет энергии, она не чувствует вот этого счастья, она не чувствует потока от своего мужчины, она не чувствует ресурсного наполнения, и, соответственно, она ему не дает это. И вообще вы тут стоите на охране границ, возможно, вы его вообще не подпускаете к себе, может быть, даже в блок занесли, потому что вы посмотрите, вы тут четко стоите на охране своих границ, еще и подсвечиваете факелом, что, не дай бог, кто-то тут сейчас ко мне придет, никого не пущу. Что-то он вам тут насолил очень сильно, что вы встали на охрану границ. Хорошо, но советы мы в конце посмотрим. Так, давайте теперь посмотрим идеальную версию, идеальную версию отношений, да, какая бы в вашей, в вашем мире идеальная версия отношений. Ну, смотрите, тут интересные очень карты, восьмерка мечей – это такие ограничения, да, рыцарь кубков и четверка кубков. Вот вы тут скорее говорите от обратного, что моя идеальная версия, когда я не связана по рукам, глазам и ногам, когда я в ограничениях, это не та идеальная версия, которую бы я хотела. И вот такая идеальная версия, даже когда мужчина влюблен, даже когда, посмотрите, здесь рыцарь кубков, мужчина к вам со своей любовью. Но если вы ощущаете себя в этой любви вот такой вот в полной обездвиженности, в полном ограничении, вся как будто мечами обложенная, да, и связанная, вам эта любовь, она не сглаживает ситуацию. И вы, вы тогда сидите и грустите и тоскуете, видите, это печаль для вас, это грусть для вас, даже несмотря на то, что рядом любимый человек, потому что вот оно, вот они эти ограничения. Очень интересно, видите, какой сегодня интересный расклад. Так, давайте посмотрим, как бы с вашей точки зрения идеально, вот к вам бы мужчина должен относиться, да. Но он к вам должен проявляться, он должен вот тут вот, ну не должен, а хотелось бы вам, да, мы тут не говорим, кто кому должен. Нет, это не про эта история, это идеальная версия, идеальное развитие событий. Как бы, да, вы хотели, чтобы к вам мужчина проявлялся быстро, ярко, чтобы была динамика, чтобы были действия, да, чтобы не было, знаете, залипания, какого-то бездействия. Вот тут вот, что мы тут видели. И так-то рыцарь Пентакли очень медленный, да, Пентаклиевая карта очень медленная, так еще перевернутый, вообще никак не еду, ресурсов никаких не несу, ни подарков, ни вложений, ни действий, ни движений. А вы хотите огня, ну точнее не огня, но на ментале, на движении, динамике. Рыцарь мечей, он очень быстрый, да, такой умный, сообразительный, который стратегически, тактически продумывает свои там действия, движения. Ну такой вот прям, знаете, динамичный, у него еще хоть это и меченосный, но посмотрите, такие огненные крылья, как будто это жезловый рыцарь, да. И по шестерке Пентакли, конечно, это карта даров, карта заботы, карта поддержки, что здесь вот видите благородный мужчина, господин, он буквально вот тут из ладони сыпет полные ладони, значит, монет, вот его этим бедным или подданным служащим, которые вот выпрашивают у него. И вы бы хотели, чтобы вам вот так вот сверху от этого мужчины шло благородство, шла забота, шла опека, в том числе и финансовая, материальная. Но это и на самом деле очень правильно и нормально, когда мужчина берет на себя ответственность за семью, за отношения, прежде всего материальную, да, потому что женщина, когда она вынуждена думать о финансах, вынуждена думать о материальной стороне и вообще о работе, для нее это глубочайший стресс. И она тогда теряет свою вот эту женскую энергию, вот видите, переворачивает, да, вот здесь кубки. Это как раз когда женщина вынуждена работать, когда она не чувствует поддержки, вот никакой опоры от мужчины, да, она вынуждена охранять свои границы, ее энергия вот эта вот женская, она переворачивается. И, конечно, вам тут хотелось бы чувствовать опору от мужчины, быть за мужчиной, как за стеной, за спиной. И тогда вы по девятке Пентакли бы чувствовали себя в полной гармонии, в полном таком вот изобилии, в полной своей энергии, да, и тогда вот вы как женщина, как муза, можете уже своему мужчине давать вот этот ресурс, эту энергию, которая необходима. У нас же как происходит? Мужчина может реализоваться 100%, да, особенно в социуме и финансах, только через женщину, только когда рядом с ним женщина, его муза, которая вот такая вот расслабленная, вот такая вот она полностью, все ее базовые потребности, даже более чем базовые, закрыты этим мужчиной, и тогда она наполняет его энергией, и он тогда выходит на свою миссию и может все выше и выше подниматься по финансовой, по социальной, по карьерной лестнице. И это такое вот, понимаете, это как слияние, как синергия. Женщина не может без мужчины реализоваться полностью на все свои 100% и раскрыть свою женственность, да, а мужчина не может без женщины реализовать себя как мужчина. И вот здесь вот у вас очень правильные мечты и мысли. Вы говорите, что вот не нужно вот этих ограничений, не нужно вот этих страданий, да, и недостаточно только чувственных проявлений, да, только вот любви, кубков, без ресурсов это все не работает. А вот если будет динамика, будет движение со стороны мужчины, будет поддержка, и я буду себя чувствовать вот такой вот прекрасной королевой, да, по девятке Пентакли, у которой все-все-все ресурсы есть. Вот все тут, вы посмотрите, тут все в Пентаклях. Тут и виноградная лоза, да, символизирующая изобилие, символизирующие фрукты, там, и вино, и напитки, и все. И тут какая-то птица вот на сокола похожая, или ястреба, которая тоже служит, да, этой девушке и приносит ресурсы. И она тут просто кайфует, вот вы посмотрите, она в таком расслабленном состоянии, но только в таком состоянии, когда женщине не нужно думать о хлебе насущном, да, не нужно работать, не нужно заботиться о том, чтобы содержать семью, только в этом состоянии она, когда наполнена сама, она может наполнить своего мужчину, и тогда мужчина начинает реализовываться уже совсем по-другому. И вот у вас такие, значит, мечты и представления. Хорошо, и как бы вы тогда ощущали себя, если в вашей жизни вот такая бы картина проигралась? Ну, солнце, счастье, посмотрите. Тут даже говорить ничего не нужно. Было бы полное счастье в вашей жизни. Для кого-то проиграется, что вы бы и детей родили, да, и кайфовали, и наслаждались вот так вот, и сами бы как солнышко светили для своего мужчины, да, для своего партнёра. И сами бы были счастливы, и ему бы подсвечивали. И по шестёрке кубков, это, знаете, это что-то такое у вас кровное, что-то такое родное, глубокое-глубокое, из прошлых жизней. Вот воспоминания, когда вы были, жили, вот, знаете, в достоинстве, в достатке, в счастье, в изобилии, когда не надо было вам как-то решать вопросы финансовые, может быть, карьерные, ещё какие-то. И вот это вот что-то такое на подкорке у вас записано, да, такое какое-то родное, глубокое, вот, прошложизненное. И вы это вспоминаете, и вот это для вас счастье. И вам бы хотелось, конечно, чтобы мужчина к вам проявлялся, вот, жезлого, ну что это, со своей страстью, со своим желанием, да, со своей, там, сексуальностью, со своим огнём, да, вот как-то так. Но чтобы это не было, знаете, самым главным, да, всё-таки это паш, паш – это начинание, паш – это начало, ну, для кого-то это может проиграться ребёнок, да, то, что тогда бы вы вот ещё, да, две карты, вы бы тогда рожали бы этому мужчине детей, например, да, или вы бы начинали какие-то новые свои начинания, какие-то проекты, какие-то действия, но не из нужды, а из огня, из того, что вам хочется что-то подарить этому миру, или ребёнка, или какие-то проекты, какие-то начинания, какие-то вдохновения. Вот такая вот ваша мечта и ваше бы состояние было такое, да, прекрасное, просто божественное, я даже не знаю, что сказать. Ну, давайте посмотрим теперь рекомендации. Рекомендации вот здесь и сейчас, в ваших реалиях. Душевное равновесие, время радикальных изменений, как вам позаботиться о себе по-новому. Вот задайте себе вопрос, да, что для вас есть душевное равновесие, вот посмотрите на эту карту, посмотрите, какая тут девушка, просто она себе позволила вот всё, да, она уже всё тут, такая вот она на коне. Что для вас есть душевное равновесие? И карта говорит, что пришло время для радикальных изменений. По-старому уже жизнь не будет, и вы не согласны уже жить по-старому, да. И просто подумайте, как вам позаботиться о себе по-новому. Вот что нужно сделать, чтобы ваша жизнь стала вот такой. Вот прям помедитируйте, да, помедитируйте вот на эти карты, я их прям сюда положу. Просто прекрасный божественный расклад с вашими идеальными мечтами и версиями, да. И давайте посмотрим рекомендацию для второй части. Вы воин света. Ну что ж, я вас поздравляю, вы воин света. Как вам служить другим и поддерживать их? Ну тут много говорилось о том, что когда женщина ресурсна, да, только тогда она может наполнять других. И высшие силы вам говорят, вы воин света. На самом деле не так много таких людей, да, хотя сейчас становится всё больше и больше светлячков. это тех людей, которые пришли в этот мир, чтобы быть на стороне света, на стороне светлых сил и светить себе, и светить другим, и показывать путь для других. Так, у меня телефон садится. Сейчас, секундочку. Надо успеть закончить расклад, пока телефон не сел. Вы светите не только для себя, да, вы светите для других, вы помогаете другим найти вот этот свет, найти дорогу, не сойти на путь тьмы, а если кто и ушёл в сторону тьмы, вы им высветляете дорогу обратно. И вам надо просто понять, как вам служить другим и поддерживать их, через какие инструменты. Возможно, здесь тоже смотрят меня практики, эзотерики, может быть, тоже и торологи, рунологи и ещё. Но даже если вы никак не относитесь ни к какой-то эзотерике и практикам, вы просто можете своим состоянием, своим счастьем, своим вот этим солнцем светить для тех, кто рядом с вами. И этим вы их на путь света и направляете, вдохновляете. Ну, вот такой сегодня был расклад, очень интересный. Надеюсь, вам понравился. Мне, по крайней мере, понравилось очень. Такой с анализом небольшим и с перспективой на будущее. На этом я заканчиваю. Ставьте лайки обязательно для продвижения и моего канала, и расклада этого, чтобы как можно большее количество людей увидели этот расклад. Пишите комментарии, как вам проигрывается. Этот расклад, как он вам созвучен. Поставьте плюсики и лайки, если сигнификация соответствовала вам и вашему избраннику. Ну и до новых встреч на моем канале. Мира всем!